Сегодня же глава Чувашии встретился с представителями партии «Единая Россия». Ее кандидаты победили на прошедших дополнительных выборах в Госсовет и органы местного самоуправления в большинстве округов. 18 муниципальных районов и 3 города кандидаты «Единороссы» получили почти все мандаты. Участники встречи отметили такой итог и результат кропотливой работы на местах. Алексей Мурыгин занял кресло депутата Госсовета Чувашии. В своем избирательном округе он набрал более 60% голосов. Спасибо большое избирателям за предоставленное право быть народным избранником, депутатом Государственного совета. Я уже чуть больше 20 лет работаю в строительной отрасли. Есть наработанный опыт и практика, есть видение вопроса в этой области. Поэтому хотелось бы применить свои знания и опыт именно в части формирования возможно городостроительной деятельности, в части формирования землеустроительных мероприятий. На встрече с главой республики новоиспеченные избранники обсудили некоторые наказы избирателей. Например, строительство школы в микрорайоне Садовый. Проект на 1600 мест готов. Мы должны сейчас согласительную процедуру пройти в Министерстве образования, Министерство строительства Российской Федерации, для того, чтобы этот проект попал в реестр типовых школ федерального центра. Скорее всего, начнем в 2019 году. Следующее – расселение граждан из аварийного жилья. Программа подходит к концу. Получить новые квартиры жители должны до 1 декабря. Но некоторые сложности еще остаются. Кроме того, по каждому округу есть и другие наказы. Впереди у депутатов много работы. Доверие жителей республики необходимо оправдать, подчеркнул Михаил Игнатьев. Татьяна Леонтьева, Андрей Спиридонов, Республика.